В Барановичах завершилась неделя, посвященная профилактике инфекции, передающихся половым путем. Мероприятие состоялось в Барановичском государственном университете. В Барановичах на базе 61-й авиабазы состоялась торжественная церемония вручения билетов членов БРСМ, вновь вступившим в организацию. Ряды общественной организации пополнили 15 человек. С наступлением холодов миллионы людей сталкиваются с серьезным заболеванием – гриппом. Специалист Барановичского зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказала об основных симптомах и мерах профилактики данного заболевания. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Начиная с прошлой недели, в Барановичах проходили мероприятия, посвященные профилактике инфекции, передаваемых половым путем. Информационная кампания завершилась в Барановичском государственном университете акцией в рамках проекта «Барановичи – здоровый город». Участие в ней приняли студенты и преподаватели вуза, специалисты зонального центра гигиены и эпидемиологии, а также дерматовенеролог из кож-вен-диспансера. В Барановичах завершилось мероприятие, посвященное профилактике инфекции, передающихся половым путем. Начиная с прошлой недели, подобные встречи были организованы в колледже сферы обслуживания, на предприятии «Бархим» и для посетителей клуба «Нера». Все желающие смогли задать свои вопросы врачу-валеологу и эпидемиологу зонального центра гигиены и эпидемиологии и дерматовенерологу из кож-вен-диспансера. В этот раз инициатива собрала студентов и преподавателей Барановичского государственного университета. В Баргу состоялась акция в рамках проекта «Барановичи – здоровый город». Юноши и девушки в фойе учебного заведения провели своеобразный флешмоб, где студенты смогли заявить публично, что для них значит здоровый образ жизни. Кроме этого, можно было проконсультироваться со специалистами зонального центра, проверить свой вес и измерить давление. По завершению был организован круглый стол. В центре внимания – инфекция, передающаяся половым путем. Молодые люди должны иметь представление о мерах профилактики, распространении и лечении и ППП. Данное заболевание – это одна из главных проблем современности в области здравоохранения. И мужчины, и женщины одинаково подвержены этим заболеваниям. Статистика свидетельствует о значительном росте инфекций, передаваемых половым путем, среди молодежи. Особую тревогу вызывает увеличение роста хронических инфекций. К сожалению, многие заболевшие в настоящее время не лечатся, продолжая распространять эти заболевания. Сегодня каждый обязан знать самое необходимое об ИППП. Информацию о видах медицинских услуг по обследованию на инфекции, передаваемые половым путем, осуществляемые в Кожвиндиспансере, можно получить на сайте учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника». 24 февраля первый заместитель председателя, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия «Барановичского райисполкома» Михаил Николаевич Полуян пройдет прямую телефонную линию. Свои вопросы вы сможете задать с 9 до 12 часов по телефону 41 38 31. В «Барановичах» на базе 61-й авиабазы состоялась торжественная церемония вручения билетов членов БРСМ вновь вступившим в организацию. Самую массовую молодежную организацию пополнили 15 активных ребят. Это совместная инициатива городского комитета БРСМ и отдела молодежи «Барановичского горисполкома». С каждым годом общественная организация «Белорусский республиканский союз молодежи» растет и пополняется новыми творческими ребятами. Каждый проявляет активную жизненную позицию и инициативу. Накануне в клубе 61-й авиабазы в торжественной обстановке были вручены членские билеты БРСМ вновь вступившим в организацию. Это креативные, успешные и ответственные за судьбу Родины молодые люди. 15 человек объединились для достижения новых результатов. Отрадно осознавать то, что наши молодые военнослужащие сохраняют такую активную жизненную позицию, инициативную. И, конечно же, мы обязаны также уделять им внимание, организовывать досуг, что, собственно говоря, и планируем сделать вместе с этими молодыми людьми. В преддверии значимого события в жизни Республики Беларусь Дня Защитника Отечества военнослужащих поздравили с их профессиональным праздником. Молодость – это прекрасная пора, когда каждый человек выбирает свою дорогу. Перед вами широкие перспективы – от освоения новых знаний до применения своих сил в науке, экономике, культуре, общественной жизни. Ваши смелые идеи, желания творить и созидать всегда востребованы на родной земле. Беларусь гордится молодым поколением – умным и талантливым, красивым и целеустремленным. Вы – мощная сила, от которой зависит завтрашний день страны. Именно вам предстоит взять на себя ответственность за развитие государства и строить его будущее. Желаем всем плодотворной и успешной работы в дальнейшем. Любите свою страну, трудитесь, дерзайте ради ее благополучия и процветания. Украшайте свою жизнь и жизнь окружающих добрыми поступками. Барсэм – это то место, где тысячи молодых людей приобщаются к социально значимой деятельности. Хочется верить, что напутственные слова в честь важного шага в жизни ребят воодушевили их на честные, добрые поступки на благо нашей страны. Начало года характеризуется дисбалансом спроса и предложения на рынке труда Барановичей. Для 612 безработных на 1 февраля имелось 865 вакансий, 664 из них для рабочих. Практически треть безработных не имеют необходимой квалификации. За плечами у них только базовое и среднее образование. Уточняет начальник отдела трудоустройства и содействия занятости управления по труду занятости и социальной защите Барановичского госполкома Ирина Лис. Чтобы ситуацию изменить, в 2018 году им предлагают помочь получить навыки по 45 профессиям. Как правило, подготовка, переподготовка, обучающие курсы управления проводят под заказ нанимателя. На данный момент остро требуются швеи, сборщики обуви, продавцы и водители. Грипп – коварное и опасное заболевание. Он вырывает человека из привычного ему ритма жизни. Вирус гриппа вызывает постгриппозные осложнения, бронхит, пневмонию и другие. Кроме этого, обостряются уже имеющиеся хронические заболевания. У ослабленных людей, лиц пожилого возраста и детей не исключены и смертельные исходы. Подробнее в следующем материале выпуска. С наступлением холодов увеличивается вероятность заболевания острыми респираторными инфекциями и гриппом. В настоящее время мы обладаем возможностями не только ограничить его распространение, но и эффективно лечить. Предупреждать развитие осложнений и неблагоприятных исходов болезни. Сегодня эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Барановичском регионе не превышен и находится в пределах нормы. Острые респираторные инфекции – это группа заболеваний, которая вызывается различными видами возбудителей. Вирусами гриппа, парагриппа, респираторно-синтезиальным вирусом, аденовирусами и другими. Передаются воздушно-капельным путем и характеризуются острым поражением дыхательных путей человека. Среди клинических проявлений этих инфекций выделяют повышение температуры до незначительных цифр не выше 38 градусов, покраснение слизистых оболочек ротоглотки, болью и першением в горле, особенно при глотании, кашель и насморк. Среди всех респираторных инфекций особняком стоит грипп, у которого существуют отличительные от других заболеваний клинические проявления. И наблюдается склонность к развитию осложнений. Среди клинических проявлений гриппа выделяют повышение температуры до высоких цифр, это 39-40 градусов, ломота во всем теле, боль в суставах, кашель и насморк присутствуют не всегда, возникают сильные головные боли. Грипп опасен в первую очередь своими осложнениями, такими как развитие бронхитов, пневмонии, поражения почек и сердца. Если у вас появились первые симптомы гриппа, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, соблюдать постельный режим, не стоит заниматься самолечением и беспечно относиться к болезни. Если говорить о профилактических мерах заболевания, существует два типа – специфические и неспецифические. К первым относят вакцинацию против гриппа. Это наиболее эффективный и безопасный способ предупреждения, который показан всем взрослым, детям от 6 месяцев и беременным женщинам. В нашем регионе кампания по вакцинации охватила 40% населения. Более подробно хотелось бы остановиться на неспецифических мерах профилактики. С наступлением холодов и повышением уровня заболеваемости следует ограничить посещение культурно-массовых зрелищных мероприятий, которые проходят с большим скоплением людей, особенно в закрытых помещениях, так как это способствует распространению вирусной инфекции. Следует отдавать предпочтение пешим прогулкам, поездкам в общественном транспорте. Соблюдайте режимы проветривания как у себя дома, так и на рабочих местах. Важный аспект неспецифической профилактики – соблюдение респираторного этикета. Для того, чтобы ограничить распространение вируса, кашлять и чихать следует в носовой платок. Если он отсутствует, то в локтевой сгиб. Не следует касаться руками области носа и рта, так как они являются входными воротами возбудителя. Не стоит забывать и о гигиене рук. Необходимо пользоваться средствами дезинфекции рук на спиртовой основе. Здоровый образ жизни, здоровый сон, рациональное питание, прогулки на свежем воздухе и потребление витамина С. Все это поможет в зимний период уберечь себя от ори и гриппа. Фармацевтическое предприятие ОАО «Экзон Драгичин» первым в Беларуси выпустило комплексный препарат для лечения вирусного гепатита С, сообщает Белта. Ранее препараты для лечения вирусного гепатита С Беларусь импортировала. Сейчас фармпредприятие из Драгичина освоило технологию и выпустило первую серию комбинированного препарата для лечения этого заболевания. Он способен заменить зарубежные аналоги и предоставить выбор потребителю. Весно-комплексного приема нескольких препаратов одновременно теперь можно будет использовать один. Первая серия новых лекарств насчитывает около 2000 упаковок. Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии позволяет исследовать соответствие таблетки оригиналу. Эта информация мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.